Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня на обзоре просто суперовый рюкзак от компании STS. Что ж, погнали. Итак, рюкзак я уже юзаю на протяжении месяца. Успел его применить в разных аспектах, в разных ситуациях. И вообще, во всех ситуациях полностью он удовлетворял все мои потребности. Я очень им доволен. Я его применял и как городской рюкзак, и как рюкзак, с которым я ездил в другой город на 2-3 суток. Все, что мне необходимо для 2-3 суток, было здесь со мной. И как рюкзак кинул все моменты по поводу дрессировки, сумка, поводки, снаряжение, опорки, все остальное. Все сюда спокойно влазило. Параллельно всем остальным, что мне нужно. И как рюкзак выходного дня турпохода. Потому что уже ходил на сутки, мы ходили в лес. Полноценно здесь был спальник, половина палатки, был коврик. Полноценно все моменты. И, ну, в принципе, полностью в всем спектре, как рукочий рюкзак тоже, опять же таки, можно сказать, во всех спектрах почти я уже успел его применить и полностью он мне удовлетворил. Потому по назначению просто широченнейший спектр. Давайте перейдем непосредственно к обзору самого рюкзака, его устройства. Итак, давайте сразу то, что находится внешне. Значит, передняя панель, как видно сразу же, велкопанель, где вы можете свои модификационные патчи, все, что вам угодно, можете сюда приклеить. Вот. В чем еще очень интересная тема, что данный рюкзак это производство Украина. И при заказе данного рюкзака какие-то элементы вы можете, допустим, исключить. Допустим, если вам не надо велкопанель или данная ручка, вы можете сказать, нет, это не надо, все остальное вам сделают так же, как и здесь. То есть, вот это вот прям бомба. Я сразу хотел об этом сказать, чтобы прям не забыть. Значит, передний карман. Здесь такой он, на самом-то деле, ну, типа не сильно большой, просто такие какие-то быстрого доступа, какие-то моменты. Ну, вот у меня здесь ключи постоянно лежат, может быть, салфетки какие-то. Это, может быть, ну, там какая-то маска. Вот сюда все как бы нормально влезет, такое негабаритное. Дальше идет, что я хочу показать, много ручек. Вот прям одна из фишек, за которые я как бы этот рюкзак прям полюбил, захотел его приобрести. Это вот одна ручка, вторая ручка, здесь вот ручка, здесь ручка и вот здесь вот ручка. Это очень как бы удобно, очень классно. Дальше. Карман верхний, как в туристических рюкзаках, карман быстрого доступа. Самое необходимое, именно габаритное, ну, такое плюс-минус, сюда отлично влазит. У меня здесь всегда находится аптечка, как видно, она довольно-таки габаритная. Вот, ну, и находятся мои электронные сигареты, мывые. Все быстро, все доступно, в любом месте, сидя, стоя, можно достать. Вот именно карман вот этот вот, это, наверное, основное, почему я, мой выбор, пал на этот рюкзак. Так как я живу в одном городе, работаю в другом, постоянно мотаюсь туда-сюда, ощутирую потребность в нормальном рюкзаке, в котором я мог бы испаковать все, что мне необходимо для этих вот, как бы, там, поездок туда-сюда. Потому, начал выбирать рюкзак, мой выбор падал и на спрей, падал выбор, как бы, и на 5.11 рюкзак АМП, тоже классный. Но в этом рюкзаке функционал намного широченнее, чем в тех двух рюкзаках, я считаю, вместе взятых. Так, погнали дальше. Значит, сверху вот петли для дополнительного крепления на стропе, допустим, вы покупаете стропу дополнительно, и сюда можете закреплять все, что вам необходимо. Куртку, каремат, там, спальник, все, что необходимо, габаритное, негабаритное, можете сюда закрепить. Так же самое есть внизу. Дальше, внизу, очень тоже классная штука, карман для дождевика, непосредственно, самого по себе рюкзака. То есть, покупается, конечно, отдельно. Заказал в компании СТС тоже. Это не реклама, то есть, действительно, мне очень все понравилось, я действительно, как бы, купил за свои, как скажем так, кровно заработанные деньги. И просто, вот, вообще не жалею ни одной гривни, которую я потратил на данный рюкзак. Дальше. То есть, здесь все понятно. Опять же, таки, еще плюс я сюда положил, на всякий случай, для крепления, пока вот такой вот гламурненький у меня паракорд здесь лежит. Ну, и плюс, есть вот стропа, я сейчас покажу, для чего она. Сейчас, секундочку. Значит, переходим назад к рюкзаку, здесь есть вот такие две петли, куда крепится стропа, и это, как бы, дополнительное поясное ремень, поясное крепление. Дальше идет у нас, ну, как видно, классная, как бы, панель с мягкими демпферными вставками. То есть, нормально они вентилируются, нормально, хорошо для спины не натирают, ничего не муляют. Все удобно, все комфортно. Лямки сделаны очень круто. Здесь очень много всего, только про лямки можно рассказывать целый час. Вкратце скажу так. Во-первых, есть регулятор, или ложить больше рюкзак на плечи, или больше ложить на спину. Есть вот такие вот стропы, куда можно я вот карабин, допустим, продеваю, или еще какие-то моменты. То есть, там, от гидратора можно там трубку запустить, все остальное. То есть, нет никаких проблем. Дальше идет вот такие вот петли, да, тоже для крепления какого-то навесного оборудования. Плюс вот эти вот петли, чтобы руки куда-то было деть, нормально захватить. Плечевая стяжка, лямка с отличным креплением внизу, вот треугольная. Плюс фастексы быстрого сброса рюкзака. Здесь есть с одной стороны, вот, вывод для трубки гидратора, если нужно. Вот здесь вот карман, доступ и внутри, есть и снаружи. И здесь вы можете или гидратор положить, или книжку, или какой-то ноутбук, планшет. Все удобно, все классно. Переходим к боковым карманам. Я расскажу, например, и одного кармана. Ну, вообще, все зеркально с двух сторон. Значит, во-первых, есть внизу сеточка. Ну, такая, на самом-то деле, не сильно там прям полезная. Есть, да и есть. Кому-то понадобится, кому-то не очень понадобится. Есть и слава богу. Дальше, в чем классная штука. Есть большой, огроменный карман, который закрывается. И здесь влазит все, что вам угодно. Вот у меня сейчас лежит здесь бутылка с водой 0,75 и банка. И оно все спокойно влазит и ничего сильно не распирает. Пожалуйста, все закрывается, никаких проблем. И быстрый доступ есть. Если у вас полтора литровый, вы спокойно ее можете аж в самый низ положить. Вот так вот, и она нормально в месяц. То есть полноценно. Я сюда вообще ложил две бутылки, как бы, большие, литровые. Вот они распирали, вот так вот. Сейчас покажу. Вот так вот распирали и все нормально влазит. То есть боковые, на самом деле, карманы просто безразмерные. И сюда влезет все, что вам угодно. Прям вообще очень продумано, очень круто. Дополнительная стропа для крепления каких-то там оборудований. Полностью все отлично здесь влазит и отлично продумано. И прям вот, прям супер, что ничего не мешает. Вы сюда положили, оно в эту сторону расперло. И можно сюда прям накладывать, накладывать. И все будет в порядке. Никаких проблем нету с этим делом. Дальше. Очень удобная, как видно, стяжка. Я не буду ее распускать, потом долго собирать не хочется. Ну вот стяжечка очень удобная. То есть вы сюда запаковали все, что вам надо. Сверху вы можете еще стяжкой, еще плюс как бы там прицепить там какой-то каремат, курточку, стойки, палатки. Спокойно вы можете распределить, все спокойно можете прицепить. Как уже говорил, зеркально то же самое здесь. Итак, поехали дальше. Внутреннее устройство рюкзака. Значит, тоже много вот именно фишек и плюшек, которые прям, ну, прям сразили меня на повал. В приятном смысле слова я прям влюбился в данный рюкзак полностью. Во-первых, рюкзак, он же органайзер, он же для хранения там оружия, если надо, планшет. У меня здесь карман органайзер. Что здесь находится? Ну, есть как бы вот блокнотик и есть, постараюсь показать, полкро панель, на которой вы можете закреплять все, что вам угодно. Или крепление там, допустим, для там какого-то короткоствольного оружия. Или вот как в моем плане там панель органайзер, то есть у меня здесь все полностью. И фонарик есть. Вот. И есть крепление для данного фонарика, потому что фонарик налобный, но он идет как и EDC фонарик. Значит, вот. Крепление, сам фонарик. Дальше. Так как у нас до сих пор длится эта вся мракобесия, то есть санитайзер, все дела, я больше доверяю чистым рукам, чем какой-то там непонятной маске на лице, которая ничего не останавливает. Ну, это мое личное мнение. Значит, дальше. Зубная щетка, не подумайте, чтобы зубы чистить. Зубная щетка для очистки, ну, вообще всего, что угодно. Самая лучшая мобильная щетка со мной, водички промокнув мыльным раствором, можно очистить или обувь, или там одежду, или там какой-то элемент снаряжения. Все, что угодно. Тот же самый рюкзак можно очистить. Здесь ручка просто не взял, забыл. Здесь точилочка у меня Викторинекс. Зажигалка. Я сам не курю, но на всякий случай. Ну, конечно же, ножик EDC. Spider-Catinations. Не мог, короче, не похвастаться. Как видите, все классно расположилось. И сюда еще может наложиться, а бы только ваша фантазия позволяла. Вот прям вообще, карман просто бомба. В чем его еще классно? Опять же таки, он распирается в эту сторону. То есть, при максимальной запаковке основных отдельных рюкзаков, это абсолютно никак не будет мешать пространству только этого кармана. Я сначала переживал, рюкзак классный, нет органайзера. Для меня органайзер это прям очень критично. Купил панель, поставил и прям вообще бомба. Прям лучше, чем рюкзак уже со стройным органайзером. Потому что здесь можно все под себя подстраивать, все как нужно. И теперь самое главное, мы открываем боковые фастексы полностью. И вот у нас есть с одной стороны полноценно открывается рюкзак. И с другой стороны полноценно открывается рюкзак. Это тот же самый карман, что для быстрого доступа. Вот он в средине еще оснащен сеткой, куда можно положить опять же таки в быстром доступе какие-то моменты. У меня здесь опять же таки еще плюс дополнительный спрей для рук. Там спирт именно. Две влажные салфетки, одна сухая. В общем, каждый как хочет, так себе и пакует. Дальше у меня еще запасная здесь маска лежит. Опять же таки можно запаковать все, что угодно сюда. Относительно тоже быстрого доступа. Здесь у меня бафон же шарф. Очень хорошо. Довольно таки уже как бы не быстрого доступа карман. То есть такое ложите, что вам может быть пригодится, а может быть нет. Нужно лучше, чтобы оно у вас было плюс-минус под рукой. Потому что вы открыли и вот, пожалуйста. Что еще классно вообще? Бомба. Черное устройство рюкзака. Вот. Но вот эти вот хлястики, они все оранжевого такого яркого цвета. Прям супер видно и ночью, и днем. Вообще не теряешься. Сразу видно, где какой как бы хлястик. Хватаешь, открываешь и все нормально. Никаких проблем, ни с какого дискомфорта не возникает. Дальше. Ну это у меня здесь оборудование для видеосъемки. Это у меня всегда с собой вожу и всем советую. Курточка Гортекс. То есть мембранная курточка. В общем так. Всегда со мной при любых раскладах. Летом, зимой. Нужно утеплиться. Нужно там от влаги. Нужно там этот самый от ветра защититься. Всегда ее достал. Она легкая, компактная. Достал и очень классно. Дальше. Здесь. Отдел, который именно основной с этой стороны. Тоже очень интересный. Во-первых, два боковых кармана. Которые разделены вот здесь вот напополам. Открываем. Здесь можно что-то положить. Здесь можно что-то положить. У меня здесь вот батончик. Такого быстрого перекуса. Здесь у меня наушнички лежат. То же самое. Здесь кабеля. Здесь можно там какие-то, не знаю, денежку какую-то положить. Какие-то документы. Сюда точно никак не дотянешься. Никак не отрежешь. Не залезешь сюда. То есть, ну, если не потерять рюкзак. Здесь все будет надежности и сохранности. Очень классная штука. И главная панель, она разделяется на две части. Вот таким вот образом можно сделать вот так вот, если вам нужно. Положить, допустим, сюда обувь, сюда все остальное. Или сюда мокрое, сюда сухое. Ну, то есть, разделить как вам нужно объем. Вот, пожалуйста, позволяет спокойно. Параллельно вы можете спокойно открыть и сделать одну цельную панель. Никаких проблем вообще нет. Вот. Еще бомба в том плане, что панель моли. Можно закрепить какие-то дополнительные подсумки. Там те же самые аптечки. Какой-то может быть баллончик для слезоточивого газа. Чехольчик для фонарика. Рацию какую-то. Все, что угодно. Можно сюда красиво организовать. Все красиво можно здесь закрепить. И никаких проблем не будет. У меня, как видно, здесь карабинчики. Дополнительный тросик еще тоже там крепление. Все остальное. И тот карман, который я показывал вначале внешне. Вот он, доступ у него есть. Вот тут вот есть к нему доступ. Вот. И также вот. Вот это вот карман, который вы ложите там, допустим. Как видно, он нормально. Есть у него глубина. Довольно-таки приличная. Можно положить и ноутбук сюда спокойно. И планшет, и гидратор. Все, что вам угодно. Можно сюда нормально положить. Какой-то каремат можно. Бундесверовский спокойно сюда положить. Никаких проблем не возникнет. Плюс здесь тоже есть панель моли. И можете, опять же таки, если вам нужно, вы прям можете здесь закрепить там короткоствольное оружие. Даже сюда там, где-то я читал обзор, что какие-то пистолеты-пулеметы помещаются. Ну, это не о нашей стране, не о нашей там философии и все остальное. Но, тем не менее, вы можете сюда это закрепить. И иметь быстрого доступа сюда. Если вы правильно все расположите нормально. В то же самое время, вот, если вам не надо, все будет надежно, все будет возле спины предохранено от какого-то хищения, от какого-то там выпадания, т.д. и т.п. Панель позволяет закрепить здесь все, что угодно. Опять же таки, как ваша фантазия вам позволит. Как видно, я был еще параллельно, когда показывал все устройства, я был в перчатках. И вот все моменты позволяют, перчатки нормально справляться, открывать, закрывать, получать доступ к любым отделениям, никаких тоже проблем. Что я хотел сказать в заключении. Во-первых, по минусам и по плюсам. Я не знаю, как сказать по минусам. По плюсам одни позитивные стороны. Во-первых, многозадачность рюкзака. Ну, прям во всех спектрах вашей жизни, там, любых ситуаций, там, и как солдат, и как турист, и как обычный, там, типа, бизнесмен, учащийся, студент. Опять же таки, даже на велике я катался, с ним тоже удобно. То есть, прям вообще, во всех видах вашей активности и вашего повседневной жизни, этот рюкзак, если вам есть потребность носить с собой какие-то вещи, это ИТП, он вам полностью всем этом поможет без проблем. То есть, все вещи, которые вам нужны до трех суток, необходимых вам, там, в ваших тех или иных задачах, полноценно вы можете спаковать данные рюкзаки. Все будет удобно, все будет компактно, потому в этом плане огромнейший плюс компании STS, именно он полностью удовлетворил все мои потребности. Я очень доволен, потому вот делаю, спустя там много времени моего умолчания, делаю обзор, именно прям захотел рассказать всем, поделиться об этом офигенном рюкзачке. Второй момент, немаловажный и тоже очень-очень позитивный плюс, у меня уже рюкзак до этого был от компании STS, и вообще с компанией STS я познакомился, когда я еще служил в разведподразделениях вооруженных сил Украины, то есть, у нас там было тоже снаряжение, разгрузки в рюкзаке от этой компании, прям неубиваемые, через них прошли там куча контрачей, там, в таких прям ситуациях, что я, ну, я не знаю, что может быть еще жестче. И они тупо держались, они работали на протяжении, там, годов, ну, то есть, я после этого уже на них смотрел, потом я по жизни так, получалось, сталкивался с этой компанией, по работе, у меня так чуть-чуть с этим всем делом все прикасалось. Потом я уже сам купил осознанно для себя, мне никто не выдавал для себя, купил рюкзаки над этой компанией, прям бомба, вот, ходил с ним, просто от того, что он надоел, мог бы еще ходить, был с ним там, и на Ближнем Востоке, и в Европе в командировках, и по Украине, ездил и на работу, и в отпуск, ну, во всех ситуациях полностью, и на природу ходил, полноценно рюкзак вообще во всех ситуациях вправлялся, просто тупо надоел, захотел что-то новенького, и более, скажем так, функционального, потому вот купил этот, к чему я так говорю, что тот рюкзак прям мега надежный, он там с 500-й кордуры, здесь 500-й, это тысячная кордура, то есть, я думаю, что этот рюкзак вообще просто будет неубиваемый, ну, то есть, конечно, поживем-увидим, вот, но я прям уверен в этой компании, я прям уверен в качестве этого рюкзака, уже месяц проносив, я уже говорю абсолютно, как бы, уверенно, что этот рюкзак будет носиться годами, если у кого-то какие-то сомнения, пишите, буду там по ходу там или писать, или делать видео, как он себя чувствует, а бы только вы хотели, я всегда рад держать обратную связь. Следующий момент, опять же-таки, немаловажный, это полноценность, ну, именно устройство рюкзака, как полностью продуманное и во всех ситуациях полностью удовлетворяющее вашим потребностям, потому что есть и отделение для бутылок с водой, есть и отделение для органайзера, есть и куча ручек, есть и отделение быстрого доступа, отделение для техники, для оружия, полностью во всех ситуациях рюкзак мега функциональный, прям мега функциональный, все очень много, так всего не расскажешь, я прям вот сейчас вот его юзаю, там использую, каждый раз что-то, типа, вот есть какая-то потребность, я типа чик, так в натуре позволяю, там, оп, карман, оп, куда это положить, опа, карман этот, как это закрепить, опа, и прям все полностью, вот, ну, со временем его использования я выкупаю все больше и больше его возможностей, и прям удовольствие, ну, я не знаю, я просто в восторге от этого рюкзака. По минусам могу сказать только одно, если человеку не подходит слишком вот такой именно мощный вид, большой, ну, то есть он довольно-таки, да, он не смотрится, как там мега-мега, ну, там, такой компактный городской рюкзак, если для человека это проблема, то да, он ему не подойдет. И второй момент, у него вес, ну, конечно, хотелось бы, у него вес килограмм 400, ну, вот, прям, хотя бы, чтобы килограмм, вот, прям, было бы вообще супер. Ну, понятно, так как он сделан очень добротно, очень функционально и очень с классных, ну, типа, надежных и крепких материалов, конечно, чем-то приходится жертвовать. Кто еще хотел и чуть не забыл сказать, компания СТС всегда готова выполнить ваши какие-то маленькие капризы, то есть то, что я уже говорил, там, убрать, допустим, вам не надо вот эти вот петли, да, они могут просто их не шить, все, ну, никаких проблем. Или, допустим, цвет, у них там много цветов, но можно разнообразить, допустим, как я сделал, серый с черным, полностью все вот эти моменты черные, основной цвет серый. Вы можете поставить, допустим, более милитари сделать, там, допустим, цвет койота основной, это все черное, будет бомба смотреться, но, конечно, уже не так, как для города, как больше для природы или для каких-то там тактических, армейских задач. Много цветов вы можете подобрать, опять же таки попросить, если у них есть в наличии, никаких проблем они сделают, это не будет стоить там очень дорого, скажем так. Да, и что еще одно, данный рюкзак я купил за 2250 гривен, это вообще копейки, это вообще не цена для такого качественного продукта. Это, опять же таки, это не то, что я там, типа, рекламирую, мне дали этот рюкзак, и я его там прорекламирую максимально. Я купил сам его за свои кровные деньги, посвящен этим продуктом, потому я делаю на него обзор. И, конечно же, ну, многих людей там всегда интересуют, когда они видят хорошую вещь, сколько она стоит, потому я говорю, стоит недорого. По сравнению с тем, что он вам дает, он стоит вообще копейки. Допустим, если смотреть на рюкзак Cosplay, который 3600, или там, допустим, на рюкзак AMP 511, который стоит там 5600, 6200, понимаете? Ну, то есть, это вообще как бы небо и земля цена. А он намного функциональнее, чем два тех рюкзака вместе взятых, и намного надежнее и крепче. Потому настоятельно, настоятельнейшим образом рекомендую обратить внимание на данный продукт, если вы нуждаетесь в хорошем, качественном рюкзаке, и вам подходят его параметры. Что еще забыл, его литраж, 35 литров, я, конечно, не проверял и четко не уточнял, это полностью со всеми там вот раздутыми карманами, или это основной только отдел. Но я уверен, что при грамотном распределении вещей, его хватит полноценно на трое суток использования. Если кому-то будет что-то интересное, какие-то появятся вопросы, или, ну, там, их вопросов будет много, я сниму видео. Если будет так по чуть-чуть, пишите в комментариях, отвечу. Никаких проблем. Я, опять же-таки, еще раз повторюсь, всегда готов к обратной связи. Мне это прям интересно, людям посоветовать хороший продукт, ответить на их вопросы, если они, конечно, по делу.